Власть, средства массовой информации, разного рода аналитики, очень много в последние годы говорили о защите суверенитета Беларуси. Тезис стал почти народным. Все озабочены этим вопросом. Но как тогда объяснить тот факт, что часть белорусов все-таки отозвалась на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах? Более того, и это очевидно представляет интересы других государств. Кто не слепой, то это видит. Так стоит ли вашего внимания разговоры о судьбе нашей страны, тех, чьи мысли и поступки сегодня полностью контролируются из-за рубежа? И неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов – это тема. Ведь посмотрите, от экономических санкций, если их взять, выигрывают наши конкуренты. Не нравится им там самостоятельность Беларуси в энергетической политике. Видите ли, кто позволил нам постоять в свою атомную станцию? Разумеется, куда интереснее использовать нашу страну, как рынок сбыта собственной электроэнергии, как и других товаров. К тому же европейская нация стремительно стареет. Там почти некому лечить, учить, работать в поле и на производстве. Мне голословное заявление совсем недавно не просто смягчили условия приема наших врачей в Польшу, соседнюю, просто сняли всякие барьеры. Другими словами, некому обслуживать интересы правящих элит. Элит, частью которых вы уехали туда, никогда не станете, как и ваши дети, и ваши внуки. История уже это продемонстрировала. И не надо думать, что территориальные претензии на нашу землю со стороны некоторых соседей ушли в прошлое. Современные региональные конфликты показывают, что готовым надо быть ко всему.